На мой взгляд, то, что мы должны понимать, что действительно современный университет – это безумно сложная структура, которая формируется вокруг группы людей, экспертов в своих узких областях. И неважно, сколько мы будем говорить про междисциплинарность, трансдисциплинарность, все равно наши профессора, наши ученые все-таки живут большинство времени в одной области. Их надо комбинировать, они должны работать вместе, но не надо забыть, что каждый человек живет в своей вселенной, и не в общей какой-то. Что эти люди должны делать? Они должны создавать новые знания, они должны передавать это знание следующему поколению, и они должны указывать, как использовать это знание во благо общества. И администрация университета у нас очень легкая задача – это создать условия, которые способствуют этим функциям, ни больше, ни меньше. Я работал в разных университетах мира, и, может быть, мой опыт чуть-чуть здесь помогает. Все эти университеты, кроме того, где я нахожусь сейчас, находятся в лучших 30, скажем, мира, и, наверное, есть какая-то причина почему. Что делает университет особенным? Что мы хотим для каждого университета в этом проекте? Репутация, профессора, факультеты, студенты, выпускники и ресурсы. Репутация – это будет конец, поэтому лучше начать с профессоров. Кто они, как они выбираются, что от них ожидается? И здесь мы видим очень большую разницу в России и, скажем, в Соединенных Штатах. Кто они, это одно и то же? Это ученые, это люди, которые выбирают свою профессию, которые занимаются это довольно серьезно, которые получают степень, обычно, ну, PHD сейчас, скажем. А как они выбираются, вот это здесь очень большая разница. В Штатах, когда у нас, ну, наверное, вы уже это знаете, когда у нас есть вакансия, на любую вакансию будет 250, 300, 500 человек, которые претендуют на эту вакансию. И они будут приходить из всех концов мира. Большинство из них, может быть, получили PHD в Штатах, но не обязательно. И нет никакой преференции для американцев, нет никакой преференции для людей, которые получили PHD в Штатах. То есть это огромная и серьезная конкуренция для талантов. И современный университет, это все-таки в Штатах, это огромный полосос талантов. И, к сожалению, сейчас российские университеты ни в коем случае не могут конкурировать в этом плане. То есть я не знаю, сколько у вас есть претендентов на каждую вакансию, но что их будет 500 из разных университетов мира, я сомневаюсь. То есть если вы хотите поднять уровень этого и вашего университета, и вообще российских университетов до уровня лучших университетов мира, думайте о том, как привлечь побольше интересных кандидатов со всего мира, как их убедить, что они должны работать у вас, это огромная задача для российских университетов. И, конечно, это не полностью зависит от вас, отчасти все зависит от контекста, где вы живете. Вы не можете менять вашу географию, но все равно думать о том, как привлечь побольше кандидатов, и как можно более разнообразных кандидатов, вы должны думать. И что от них ожидается? Ожидается, что они будут прежде всего в Штатах, по крайней мере, заниматься преподаванием. Вы можете быть уже прекрасным исследователем, но если вы не преподаете, хорошо, вы не получите постоянное место в Штатах. То есть здесь в Штатах образование и исследование, они абсолютно и всегда идут вместе. Уже почти нет такого человека, который только занимается исследованием. И ожидается в Штатах, что они будут искать средства сами. Ну, есть, конечно, у нас целый ряд возможных грантов, особенно для естественников, на которые они подают. Но это университет не делает для профессоров. Он создает инфраструктуру, которая помогает им получить такие гранты. Но они сами при себе это делают. И это одно большое преимущество России. На самом деле, если у вас есть возможность убедить людей, что им не придется индивидуально искать гранты, а вы будете искать эти гранты для них. То есть, если у вас есть такие контракты на огромные деньги уже, и индивидуальные научные исследователи не должны искать сам по себе эти гранты, это дает вам огромные преимущества. Вот, например, много американцев, ну, не так много, но серьезные американские ученые уезжают, например, сейчас в Саудиоарабию, в Кауст, потому что там им просто дают лабораторию и все нужные условия для своей работы. И они не должны сидеть и писать гранты, потому что наши биологи, наши химики, наши физики, они тратят 50% или больше своего времени в поисках денег для своих проектов. Если можно избегать такие проблемы, это дает огромное преимущество. То есть, если вы думаете о том, как привлечь людей, если они должны сами это делать, тогда, конечно, это сложно. Как насчет факультетов? Они очень разнообразные, но работают вместе. Мы об этом говорили уже сегодня, когда мы говорили про трансдисциплинарность, междисциплинарность. Все равно американские факультеты, да, они очень трансдисциплинарные, они занимаются такими глобальными проблемами, но они понимают, что у каждого человека все-таки есть своя дисциплина. И они стараются вот эту грань между слишком узко и слишком глобально, они лавируют постоянно между этими проблемами. Они очень автономные. Конечно, это всегда удивляет всех, что в Америке, конечно, никакого министерства образования нет, никто даже не понимает, что такое стандарт. Когда я приехал первый раз в Бишкеке, должен был вести университет, и мне объяснили, что у нас стандарты, и я должен каким-то образом работать с ними, я просто смотрел абсолютно диким взглядом на человек, который мне это объяснил, потому что у нас университет получает свою аттестацию, и он может предложить любую программу, как он хочет. Если я хочу сказать, что в моем университете будет, не знаю, программа экономики, и там не будет истории экономики, или даже не будет там микроэкономики, я могу это делать. Другой вопрос, что мои коллеги будут смеяться, и, конечно, я не буду этого делать, если это до такой степени глупо. Но я имею право создать любую программу. Значит, наши факультеты безумно гибкие, потому что они очень автономные, и между ними очень большая конкуренция. Мы стараемся привлечь не только... То есть, если я объявляю вакансию, скажем, в Northwestern University на профессора экономики, я буду конкурировать с другими факультетами, которые тоже хотят самых лучших кандидатов. Я должен сказать этому человеку, у вас будет свобода делать то, что вы хотите и как вы хотите. У нас нет такого, что университет говорит ему, что он должен делать. И эти факультеты регулируют друг друга. То есть, это единственная регуляция, то есть, это наши профессора смотрят на своих коллег, и таким образом они понимают, что они делают. Это дает очень большую динамику, потому что любой факультет в любом университете может менять свою программу, как хочет. Если это успешно, другие будут это копировать. Если не успешно, другие поймут, что это была ошибка. Но если считать, что у нас где-то 4500 вузов в Штатах, это значит, что даже если говорим про хорошее, все-таки есть 300-400, это значит очень много разнообразия. И как мы смотрим на то, как смотреть на их деятельность, вот я хочу показать маленькое видео, это, к сожалению, на английском языке. Это от Northwestern University, Faculty of Engineering. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что это вы хотите решить? Вы хотите сделать что-то, что позволяет светить мир на огонь. Это я надеюсь, что это будет. Что здесь самое главное, это то, что сказал декан факультета инженерных наук. Вы хотите сделать что-то, которое позволяет светить мир на огонь. Вы хотите сделать что-то, которое до такой степени новое, что никто об этом раньше не думал. Вот это мечта, по-моему, любого университета. Не создать то, что уже сделано немножко лучше, а создать что-то совсем новое. И для этого самое главное, это творческое начало. У нас считается, что творческое начало, это связано всегда с свободой. С возможностью выбрать свою тему, свой подход. И, как было сказано там, делать ошибки. Самое важное, это возможность делать ошибки. И мы создаем, я надеюсь, такую атмосферу, где люди могут делать ошибки. Если они чувствуют, что они не могут, тогда очень маловероятно, что что-то хорошее из этого выйдет. Если мы говорим про студентов, то же самое вопрос. Откуда, как они выбираются, чем они занимаются? Во-первых, откуда? Вот, может быть, тоже вы знаете. В прошлом году примерно, чтобы выполнить 2800-2000 мест для первокурсников в Гарварде, было примерно 30 тысяч заявок. И эти 30 тысяч заявок, из них, наверное, 20 тысяч могли бы там учиться. Хорошо могли бы там учиться. То есть количество прекрасных студентов, которые хотят учиться в лучших вузах, огромное. И конкуренция между ними тоже огромная. И университеты их выбирают даже не по таким стандартным меркам, которые вы могли бы ожидать. Очень мало смотрят, на самом деле, на всякие экзамены, на отметки. А гораздо больше смотрят на то, что называется intangible, то, что нельзя трогать. То, что эти студенты могут давать. А как они это, как университеты выбирают, это очень серьезный, огромный, очень трудоемкий, очень дорогой процесс, чтобы выбрать своих студентов. То же самое. Вот в этом плане российские университеты серьезно хромают. Возможность привлечь студентов со всего мира, безумно талантливых, которые, все, которые могут учиться у вас хорошо, то есть даже лучше, чем то, что у вас есть. Этого нету в России сейчас. И когда вы говорите, что у нас будет определенное количество иностранных студентов. Ну, я знаю, откуда эти иностранные студенты, потому что отчасти они приходят из Бишкека. Это не те же самые иностранные студенты, которые приходят в Гарвард. Это я могу вам сказать точно. И поскольку все-таки это студенты, которые вдохновляют профессоров, это студенты, которые работают в лабораториях как магистры и как докторанты, которые работают в лабораториях и на самом деле делают почти всю работу в этих лабораториях. И если нет прекрасных студентов и если нет разнообразных студентов, нет такого уровня образования, который должен быть. Поэтому думайте о том, как привлечь, как убедить студентов, что то, что у вас есть, это до такой степени уникально. То есть вы нам говорите здесь, да, у нас уникальная программа, но вы должны выйти в мир и на самом деле убедить студентов, что у вас программы более уникальные, что немножко странно, конечно, слово читать, но такие уникальные, что они не могут не учиться у вас. Вот это очень большая задача. И эти студенты, по крайней мере наши студенты, ожидают, что особенно бакалаврские студенты, потому что они платят, они ожидают, что университет будет делать очень много для них. То есть университет в принципе существует для студентов, а не наоборот. И поэтому наши университеты гораздо более студентоцентричные, чем все европейские университеты и точно чем университеты в России и в бывшем Советском Союзе. Образование происходит и на факультете, и вне факультета. Как уже, ну вы здесь уже начинаете делать так, чтобы были индивидуальные траектории, но это в Штатах студент даже не выбирает свой факультет до второго года учебы. То есть абсолютно с первого дня они индивидуально как бы выбирают свои курсы. Но самое главное, не важно на каком факультете ты учишься в Штатах, потому что каждый факультет дает то же самое. Главное, критическое мышление, умение слушать чужое мнение и выразить свое устно и письменно, умение задавать вопросы. И для нас, я думаю, самое важное, то есть идеал для нас, это вывести студента из зоны комфорта. То есть студент должен чувствовать себя неудобно в университете, и профессор должен себя чувствовать неудобно. Университет существует, чтобы люди чувствовали себя неудобно. Потому что когда ты чувствуешь себя удобно, ты не делаешь никаких открытий. Ты делаешь открытия, когда тебе как-то чувствуется что-то не то. Бываю, преподаю историю искусства, я говорю моим студентам, хорошо, сегодня вы будете думать как человек из средних веков. Тоже это очень серьезная и очень сложная задача для студента. И это выводит его из этого современного мира, где он живет и где он все понимает. Я его заставляю писать «Житье святых» про современного человека. Потому что таким образом он начинает думать как человек, который жил тысячу лет тому назад. И это, то есть надо думать о том, как заставить твоего студента чувствовать себя неудобно. Мы об этом думаем очень много, и я думаю, что действительно это очень важная часть нашего образования. Меньше всего мы думаем про знания. Очень много информации. А знания, или к сожалению, или к счастью, каждый день стоят меньше. Это просто по какой простой причине. Вот здесь знания. Твой телефон знает абсолютно все. Единственное, что твой телефон не знает, это как задать вопрос. Как ответить на вопрос, если правильно формулировать вопрос, он уже ответит. А как задать, он не умеет. Поэтому мы говорим, что наши студенты должны задавать вопросы, а мне все равно, как они на них отвечают. Ну, конечно, хорошо, если они умеют отвечать на них, но это гораздо менее важно, чем нормально задавать вопрос. Поэтому наша концепция образования немножко другая. И я думаю, что считается везде, что наши студенты знают меньше. И это правда. Американцы знают меньше. Они знают меньше фактов. Но у них творческое начало очень сильно развито, и они умеют задавать вопросы. И потом они считают, что пусть другие ответят на эти вопросы. Вне классов. Что наши студенты делают? Университет предлагает им очень богатый выбор возможностей. От профессионального спорта, ну, почти профессиональный спорт, если вы были в Штатах и видели, как занимаются спортом в больших университетах. Это что-то, это вообще скандал. Но это очень важный компонент жизни. До таких смешных спортов. Здесь игра в Quidditch из Гэри Поттера. Театр музыки от серьезного, самого серьезного оркестра. Вот этот наверху, это Harvard Radcliffe Orchestra. Я в этом оркестре играл, когда я был студентом. Мы играли в конкуренции Герберту Анкарионе в Берлине. То есть это профессиональный абсолютный оркестр. Хотя никаких там, никакой консерватории нет. Мы просто как любители играли, но на совсем профессиональном уровне. До театра и до всяких маленьких групп. Потом выпускники. Современный университет держит тесную связь со своими выпускниками. Потому что они помогают нашим студентам советами, работой и так далее. Они дают нам деньги. И они поднимают репутацию вуза. У нас, может быть, нет научных школ, как сказал Андрей. Но у нас есть выпускники, которые выпустились 50 лет тому назад, на которых мы показываем. Мы не говорим, что какой-то ученый 50 лет тому назад создал какую-то научную школу. Но мы говорим, 50 лет тому назад какой-то миллиардер закончил наш университет. Ресурсы. Они огромные. И здесь, конечно, тоже надо понимать свои ограничения. Потому что, особенно если мы занимаемся наукой, деньги значит очень много. Просто это факт. Если у вас бюджет миллиард долларов, вы можете делать больше, чем если у вас бюджет 100 миллионов долларов. А в России бюджеты университетов смешные маленькие по сравнению с бюджетами американских самых больших и европейских самых больших университетов. Это надо просто иметь в виду и стараться в течение какого-то времени закрыть вот эту бездну между бюджетами университетов. Бюджеты из разных источников, но очень мало от частного бизнеса. Потому что считается, что частный бизнес, их заказы, это очень редко дает те научные результаты, которые все эти престижные журналы хотят. И если надо поднять престиж университета, тогда здесь есть немножко оксиморон. Если ты слишком как бы зависишь от бизнеса, тебе очень трудно поднять репутацию университета. И если мы доходим в конце концов до репутации, я бы сказал так. Все предыдущее взятое совокупности формирует репутацию университета. То есть рейтинг является концом, а не началом. Ваша задача это создавать прекрасные условия для научной работы, искать хорошие научные кадры, привлекать умных студентов, держать связь с выпускниками и найти нужные ресурсы. Тогда у вас будет прекрасная репутация, и вы сможете подняться в рейтингах. В принципе, это звучит очень просто, но это, конечно, очень сложно, потому что эта система связана, и очень тесно связаны все эти компоненты системы, и развивать одну сторону без других сторон очень сложно. То есть очень сложно просто поднять, допустим, научную сторону университета, если одновременно не поднимать образовательную сторону университета. Нельзя привлечь хороших умных студентов, если не создать для них прекрасные условия жизни. То есть все это очень тесно связано. И самое главное, нельзя думать вначале о рейтингах, нужно думать о том, как создать прекрасный университет, потом будут хорошие рейтинги. Вот это то, что я хотел вам сказать из моего опыта. Конечно, если у вас будут какие-то вопросы, возражения, я готов с вами спорить, обсуждать. Извините, я понимаю, что это уже конец очень длинного дня. Может быть, вам это уже было совсем скучно, но если то, извините. Андрей, большое спасибо. Это как раз как бы подведение. Я думаю, вот как раз у нас система, то есть вопросы, посвященные изменениям в системе образования, являются тоже одними стратегических единиц. Ну да, я думаю, послушав вашу достаточно короткую информацию, тем не менее, мы для себя записали ряд моментов. Понятно, мы долго спорим и о финансовых ресурсах, они несоизмеримы, малы. И самое главное, у нас огромное количество регламентов, которые нас ограничивают в нашей действии, что тоже немаловажно. И вот даже на уровне автономии факультетов мы просим автономию в целом для университета. Уважаемые коллеги, какие есть вопросы? Прошу их задавать. Есть вопросы? Вопрос, наверное, не посвящий спрос. Скажите, пожалуйста, откуда такой хороший русский язык? Пишкек, я всем говорю, что я шпион, потому что они так считают все равно. Ну, я по образованию словист, я занимался русской филологией, потом всякими другими филологиями, поэтому у меня русский нормальный. Да, конечно. Вы трудились в разных вузах, из которых эмблемки, да, это самые яркие на текущий момент в мире. Видите ли вы, можно ли объединить лучшие из этих трех и создать супер университет вообще? И взялись бы вы за такую задачу? Нет, ну, я думаю, что есть такое понятие, как the law of diminishing returns. Я не знаю, как это сказать по-русски. Закон, the law, как, Андрей, будет the law of diminishing returns. Когда ты добавляешь, ну, то есть, бывает, что ты понапливаешь меньше и меньше от того, что ты добавляешь больше и больше. То есть, в принципе, самые большие университеты в Штатах, это государственные университеты, типа, я только что там был на прошлой неделе, University of Indiana, там где-то 45 тысяч студентов. И дальше очень сложно организовать. Просто становится невозможно. И еще, чем больше университет, тем сложнее убедить разные факультеты работать друг с другом, потому что они просто друг друга не видят. Поэтому надо создать целый ряд каких-то программ, которые, ну, например, если у вас есть факультет химии, который может занимать целое здание, у них нет возможности общаться с биологами, потому что они в другом здании. А если у вас там пять лабораторий по химии в пяти зданиях, и они организованы обычно, как они будут организованы, по органической химии, там какая-то другая химия, тогда тоже вот все будет уже и уже, и очень сложно будет это как бы все компонировать. Поэтому я думаю, что у нас самые лучшие университеты есть два ряда. Есть государственные, большие, Беркли, Мишиган, где 25-30 тысяч студентов примерно, соответствующие количеству профессоров. И хорошие частные, Гарвард, Йелл, Принстон, MIT, которые гораздо меньше, там до 10 тысяч студентов, до 12 тысяч студентов. Но я не думаю, что если создать университет, где будет 150 тысяч студентов, у вас будет лучший университет, вряд ли. Поэтому я не комбинировал бы. Но, конечно, для специфических научных проектов это уже делается. Все работают вместе, ну, как и ваши коллеги здесь, уже участвуют в больших проектах. Вот я как раз про эти гравитационные волны, там было больше тысячи человек, которые писали, то есть их имена фигурируют в этой работе. И они из, я не знаю, сколько университетов, но много университетов, потому что, очевидно, ни один университет не может делать такой огромный проект. Это совершенно нереально. Поэтому здесь есть разница между университетом, как место, где дать образование и создать свою, как бы, вселенную, и научные проекты, которые должны быть уже гораздо шире, если они такие серьезные, большие научные проекты. Большое спасибо за интересную презентацию. Вот несколько вопросов. Вот вы уже 4 года руководите американским университетом. Три ваших удачи и три проблемы. И какие вы задачи ставите на 16-й, на 17-й годы? Ну, как я сказал, самая сложная проблема – это убедить людей, что знание не самое главное, и что бывшая слава советских университетов нереальная или неважная. В головах всех людей, там, в Бишкеке, я думаю, здесь тоже очень часто бывает, есть идея, что у нас был золотой век образования. Золотой век образования – это примерно МГУ в 1985 году. Тогда все было прекрасно. А на самом деле все было не так прекрасно. И даже если было прекрасно, вот эта база на точные знания на отдельных факультетах, которые как бы мало общались друг с другом, это не годится для современного мира в любом случае, даже если это было прекрасно тогда. Поэтому, когда у людей есть эта зона комфорта, которая очень сильно развита, очень сложно их выдвинуть или вытолкнуть из этой зоны комфорта. А поскольку в Бишкеке это особенно сильно развито, потому что на самом деле там была серьезная деградация общества с 90-х годов, и очень трудно убедить людей, что надо перейти на что-то совсем другое, чем вернуться в прошлое. А что мы сумели сделать? Мы сумели построить новое академическое здание, которое я считаю модель для университета 21 века, ну для маленького университета, потому что там все есть в одном здании, и все должны общаться друг с другом постоянно. Там все как бы прозрачно и очевидно, и мы просто разбили все наши факультеты. Люди сидят как бы в разных комбинациях, как они хотят, и в своих офисах, у них нет своих отдельных кабинетов, они сидят в кафе, в открытых пространствах, включая меня. Это очень интересный эксперимент, как создать новый университет. Дальше, что мы стараемся делать? Мы открываем несколько новых факультетов, я говорил уже с вашими коллегами, мы открываем геологию, может быть будем работать с вами. И дальнейшие планы это открыть первый нормальный факультет медицины, но это будет в течение пяти лет, шести, семи лет, то есть это не быстрый проект. Но у нас ресурсов просто нет, то есть это, конечно, найти ресурсы в Кыргызстане, это можно повеситься. Хорошо, я могу сказать следующее, что действительно интересно. Я не знаю, и никто не знает, то есть профессора этим не занимаются. Чтобы выбрать бакалаврских студентов, есть отдельное абсолютно учреждение, то есть все эти заявки идут туда, и это как темный лес. То есть как они это выбирают, никто не знает. Но я могу сказать следующее, они обещают, я думаю, что это правда, что каждую заявку читает по крайней мере два человека, то есть своими глазами. Это никто, но конечно у них есть какой-то фильтр, минимальные какие-то баллы, минимальные какие-то отметки, и наверное таким образом из 30 тысяч они избавляются от 10 тысяч. Но 20 тысяч заявок они читают, и там есть разные эссеи, которые студенты пишут, и могу сказать, вот моя дочка в этом году поступает, то есть в следующем году поступает. Я вижу, как они серьезно относятся к студенту, школьники пишут эти эссеи в течение двух-трех месяцев. Они им дают где-то тысячу слов, они должны высказываться. И вот этот эссей, когда ты что-то говоришь про себя, и очень трудно догадаться, что они хотят. Там нету как бы темы, ты должен сам выбрать свою тему, чтобы сказать что-то про себя. Вот это читают очень серьезно. Очень серьезно читаются рекомендательные письма, которые поступают от школы. И ты тоже имеешь право попросить кого-то, который не преподавал, написать письмо, что он нередко делает. Люди дают всякие разные дополнительные информации. И кто-то, какие-то, есть целый штат людей, которые читают все эти заявки и составляют класс, которых приглашает в университет. И разные университеты, у них есть свои как бы личность. Когда я учился в Гарварде, была такая шутка, что самый лучший способ попасть в Гарварде, это взять какой-то паром и обойти весь мир. Вообще, не то, что, неважно, какие у тебя отметки, если ты был интересным человеком, они тебя хотели. А попасть в Ель, например, ты не попал таким образом. Они хотели самых умных, как будто. Ну, я не знаю, правда, не попал, потому что никто, и когда я был профессором 20 лет, мы всегда жаловались, что вы не даете нам тех студентов, которых мы хотим. И они говорят, нет, мы даем самых лучших, не говорите, не участвуйте. А на уровне аспирантуры это совсем по-другому. На уровне аспирантуры факультет выбирает. А там это каждый факультет выбирает сам по себе. Но то же самое, когда я был деканом аспирантских программ в Northwestern University, и мы говорили всем департаментам, не смотрите на результаты этих идиотских экзаменов, смотрите на человека. Потому что мы поняли, что они дают нам, допустим, список их лучших 30 кандидатов. А мы их спрашивали, хорошо, а вы берете этих 30, а номер 30 учится хуже, чем номер 1 или нет? Они говорят, нет, вообще примерно так же. Я говорю, а если бы это вы взяли номер 60, он бы хуже учился? Скорее нет, потому что там такая серьезная конкуренция, что все они, качественные все они могут там учиться. И это очень маленькие какие-то разницы, что-то привлекает твой глаз, когда ты читаешь эту заявку. Очень трудно сказать, как это делается. Это очень субъективно, очень субъективно. Как такой выдающийся человек нашел Киргизию? Ну, Киргизия меня нашла, наверное, потому что я искал место президентом университета. Я был деканом аспирантских программ. Норфуэстерн, это университет из лучших 25, и у меня бюджет был 100 миллионов долларов в год. То есть довольно серьезный бюджет. Но я хотел ввести свое дело, и я искал такое место. И есть люди, которые занимаются такими поисками в Штатах, и они знают, кто ищет. И кто-то мне позвонил и сказал, что есть такое интересное место, где ресурсов нет, где надо знать два языка и две культуры хорошо, и надо быть немножко сумасшедшим. Я сказал, ну дайте, я попробую. Действительно, это интересно. Но я могу сказать, что то, что мы даем там, это если бы нас не было, там вообще не было бы никакого нормального образования. А если бы я был президентом какого-то колледжа в Штатах, это не так важно. Если я хорошо работаю, будет 10 миллионов долларов больше. А если плохо, 5 миллионов долларов меньше. Образование будет примерно то же самое. Там уже менять ничего. То есть в Штатах все идет прекрасно, все гениально. И никто не хочет менять образование. Все прекрасно, зачем? Поэтому мне это менее интересно, чем работать, где я могу довольно много менять, экспериментировать. Спасибо. Коллеги, есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Ну еще раз. Не знающего профессора ты не возьмешь, потому что профессор уже прошел аспирантуру, а в аспирантуре мы их профессионализируем, если они хотят или не хотят. Я говорил про знания, я говорил больше всего про бакалаврские уровни. Уже когда ты доходишься, то есть когда ты прошел магистратуру и докторантуру в какой-то области, ну более или менее ты будешь знать. Хотя, еще раз, я могу сказать, что американцы все равно, даже когда они на уровне профессоров, скорее всего они знают меньше, чем какие-то профессора в других странах. Ну если просто взять количество фактов, которые они знают, а не знают меньше. Коллеги, мы посовещались и решили, что мы в более узком формате послушаем последнюю, четвертую академическую единицу, поэтому я скажу несколько итоговых слов очень коротко. Пожалуй, первый такой открытый обмен мнениями в моей практике был с вашим университетом. Мы довольно жестко работали с целой группой университетов, много, я имею в виду МИФИ, Новосибирский госуниверситет, УРА, Уральский федеральный и так далее. А вот с вами как-то мы сторонкой друг друга обходили. Ну вот, наконец, встретились, поговорили. Я думаю, что и нам полезно понимать вас лучше. Я не со слагательным наклонениями говорю точно, я стал гораздо лучше понимать, что в вашу пользу. Я надеюсь, что и вы немножко чуть-чуть лучше понимаете, так сказать, наши вопросы, озабоченности. Это всегда полезно. И хотя наш разговор был критический, на секунду представьте себе, что вы не участники программы. Ну, то есть, просто университет. В федеральный, в Казани. Я думаю, что это будет огромная разница, то, что вы делаете сейчас и что из себя представляете, с программой и без. И дело не в тех довольно скромных финансовых средствах. Это составляет от 7 до 20% для маленьких университетов. Для вас это не очень большие средства. Я думаю, что меньше 10% вашего бюджета. А та коммуникация и тот диалог, который идет в этой группе университетов и в экспертном сообществе, мне кажется, это самая главная инвестиция, которая за последние три года происходит с этими университетами. Я сегодня утром начинал свое выступление с того, что я считаю, это сейчас не я считаю, большинство людей считает, все замминистры считают. Это самый важный и самый радикальный проект в сфере высшего образования за последние три года, сравнивая его с НИУ, с федеральными и даже с опорниками, которые сейчас начались и будут идти в ближайшие два года. В этом смысле, с одной стороны, вас можно поздравить, с другой стороны, как сказал Эндрю, либо выходить из программы, либо вы в зоне комфорта не будете. Вы уже не там, да. Вы уже не там, поэтому я могу, с одной стороны, пожалеть, а с другой стороны, поздравить вас с этим процессом. Я считаю, вот сейчас на уровне экспертной точки зрения, что это правильное решение позиционировать не 8, не 10, не 16 факультетов, не 23, а сосредоточиться на четырех академических единицах. Мне кажется, вот сейчас на уровне интуиции это разумное решение. Лично я высказываю свою точку зрения как член Совета. Это не значит, что правильно или неправильно. Мне кажется, это сейчас разумно. Ректор ваш хорошо знает, а те, кто будет готовить материалы к выступлению ректора или не только ректора, пожалуйста, учтите тот не критиканский, но критический стиль, вежливый, но критический стиль коммуникации, который поддерживает Совет. Я тут немножко более резко себе позволял высказывать, но поверьте мне, Совет очень критический, и глазами смотрит на то, что вузы делают и говорят. Он не имеет права кого-то пожалеть, потому что нам же хуже, потому что за спинами у министерства стоит счетная палата, вы читаете все отчеты и говорите, ай-яй-яй, не туда деньги тратят университеты, не то делаете, давайте-ка мы... Не достигают они этих показателей. Поэтому вы должны понимать еще и эту федеральную позицию. Министерство считает, что это правильный ход. Я разделяю эту точку зрения. Мне кажется, это очень важный проект для развития университетов. Поэтому, говоря старым советским языком, верной дорогой идете, товарищи. Я желаю вам всяческих успехов. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok